ПОДПИШИСЬ! Конечно, в рамках подготовки к строительству проводится первым делом это геодезические и геологические изыскания, что ложится в основу проектирования самого объекта. Создав этот проект, мы проходим все необходимые согласования во всех инстанциях. Разрешение на строительство административно-гостиничного комплекса по улице Всеволода-Сибирцева, 16, выдано в соответствии с нормами градостроительного кодекса Российской Федерации. Представлен был полный пакет документов, положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, а также нахождение данного объекта в зоне регулирования застройки согласовано уполномоченным органам в сфере охраны объектов культурного настроения. Интересно, что дом на Ключевой 5 сам является объектом культурного наследия. Что, кстати, не предполагает самовольного возведения балконов, лестниц, каких-либо пристроек, окон. Про это жители почему-то не говорят. Как и про то, что водопровод, от которого их на несколько часов отключили в начале строительства гостиницы, был установлен самостоятельно. К сожалению, на плане сетей этого водопровода, который ведет к объекту Ключевой 5, мы не наблюдали, поэтому столкнулись с тем, что порвали его, но в течение часа водопровод был восстановлен. Что касается подъезда, да, какие-то ситуации буквально на 5-10 минут, они действительно были. Проезд к жилым домам свободен, нами был организован пешеходный проход. Застройщик решит этот вопрос. В законном порядке подключит к сетям водопровода, отремонтирует ливневый коллектор, заасфальтирует дорогу съезд, установит тротуар вдоль домов, высадит клумбы. Так в чем же камень преткновения? Может быть, жители культурного наследия увидели в строящейся гостинице на 9 номеров конкурента? Ведь они и сами сдают квартиры посуточно. Опасения по проблемному, на его взгляд, соседству высказывает и директор Пушкинского театра ДВФУ. Потому что, вы знаете, очень легко сказать, давайте мы вам сейчас отремонтируем, разобрать все, а потом исчезнуть. Понимаете, тогда было бы заключено соглашение о том, что вот мы беремся в такие сроки сделать такую-то работу, это наше обязательство. На сегодняшний день таких документов не существует. Действительно, на территории Пушкинского театра есть аварийная подпорная стенка, которая ограничится территорией участка, на котором возводится гостиничный комплекс. У директора театра действительно есть опасения по поводу того, что наше строительство каким-то образом нанесет какой-то материальный ущерб территории Пушкинского театра. Я, в свою очередь, при личной встрече его заверил, что мы как застройщик, и я как лично несем полную юридическую и материальную ответственность. Конфликты мнений и интересов во время строительства и жилых, и нежилых объектов возникают в нашей стране с завидной регулярностью, и каждый раз вопрос требует объективной оценки. Если правильность выдвинутых претензий подтверждается, тогда не избежать процесса их удовлетворения. Влад-строй заказчик на рынке строительных услуг 18 лет. Выполняет весь комплекс профильных работ на стабильно высоком уровне, соблюдая требования действующего законодательства и принятых обязательств. И задача у компании все же шире, чем просто заработать денег. Но сделать город уютнее и привлекательнее. И это важный приоритет. Мы собираемся благоустроить территорию от нашего здания до улицы Всеволода-Сибирцева. И это будет территория возле ветеринарной клиники. Вышли с предложением отреконструировать аварийную подпорную стенку на территории Пушкинского театра и благоустроить территорию, которая могла бы представлять из себя сквер. Если будет развитие города и облагожение территории, то это будет на самом деле круто. Это понятно, да, недовольство людей, когда что-то под твоим домом рядом происходит. Я, например, ну с одной стороны раза. Очень хочется ходить по отремонтированной лестнице, чтобы город выглядел красивее, современнее. Марина Смирнова, Денис Вадеев, новости на восьмом.